Добрый-добрый-добрый день всем. У микрофона друг, это студия игрокам ТВ. У нас матч Яхум между команд... Матч Яхум и Ньюби. Этот файт происходит у нас в рамках ESL1. Ну что, китайское месиво. Ньюби против Яхум, полуфинал, катка в формате Best of 3. И на данный момент только-только команды начали игру. Яхум должны быть как минимум на минус морали. Только что они слили две катки подряд коллективу IG. В Айлиге теперь, собственно, ожидает их Ньюби. Ну это как по мне, ожидает Ньюби их с двумя победами. Яхум смотрится не очень выразительно. Хотя и Ньюби на самом деле не на пике своей формы пребывают. Поэтому неудивительно, если здесь будет относительно равная игра. На данный момент Яхум уже забрали себе Венжи Фулл Спирит, Лину, Клокверка и Эмбер Спирита. Со стороны команды Ньюби, Бэтрайдер, Тролль Варлорд, Вич Доктор и Леон. Ну по банам вы видите, Яхум забанили Инвокера. Испугались, что пятым пиком именно он и зайдет. Мидера как такового команды Ньюби нет. Хотя опять же, если взять какого-то хорошего керри, то и Тролль Варлорд сойдет за мидгейм без вопросов. Стоять против Эмбер Спирита я думаю, что Тролль мог бы. Ну а там как получится. Скорее всего, Яхумы отправят Эмбер Спирита на мидлейн. Лина у нас... А Лина и непонятно. Саппорт сейчас или все-таки керри будет Лина. Ньюби забанили Шейкера. Собственно, его как саппорта. Я так понимаю, забанили. Решили, что... Ну, честно говоря, в растерянности я касательно Яхумов. И прошлые пики у меня не вызывали никакого определенного чувства, что это будет так, так и так. Нет, так не будет. Яхум у нас забирают Джаггернаута. А Ньюби забанили Шейкера, который явно не такой по стилю игры и вообще по своему амплуа, как Джаггернаут. Тут Ньюби ошиблись и... Ожидаем последнего пика от них. Ну, нужен... Нужен еще один керри. Будет ли это мидлейн или это будет керри на легкую, сейчас увидим. Ну, в принципе, шансов пойти в легкую у тролль Варлорда гораздо больше, чем у любого другого универсального игрока, который у нас и на мид линии мог бы быть и на легкой. Ну, и Брюмастер для Ньюби. Скорее всего, Брю у нас будет в мидлейне, и Рэббит будет фармить на тролль Варлорде. Джун забирает себе Бэтрайдера, ведь Доктор будет на Банане, Му на Брюмастере, и Сан Шенг забирает себе Леона. Ну, и по поводу команды Йо Хоум, Лан Эм на Венжи Фулл Спирит. Прошлые две катки Йо Хоум у нас... Лан Эм у нас откатал на Шейкере, и было действительно на что посмотреть. Правда, вся команда не тащила, и там уже ничего, собственно, не предъявит Шейкеру. Шейкер, правда, пытался всеми силами. Развалить IG не получилось. Инфлейм забирает себе Эмбер Спирита, идет на нем в мидлейн. Ну, против Брюмастера можно, в принципе, и постоять. Ну, и Клокверк отправится, скорее всего, в Сложную. Джаггер у нас будет фармить, Лина и Лан Эм будут саппортить. Все, разобрали своих игроков, своих героев, точнее, игроки обеих команд, и смотрим, что там по лайнам. В Сложную у нас отправится все-таки Клок. Роти Кей будет играть у нас на Клокверке. Джаггер будет фармить в легкой линии, и к нему надо пару нянек приставить, ну или как минимум одну. Лина уже направляется поближе к миду, скорее всего, ради файта за топ-руну, а потом перетянется на топ-лейн. На нижней лайн у нас отходит Рэббет на тролль-варлорде, будет стоять против Клока, и, в общем-то, ситуация относительно комфортная. Рядом с ним будет Банана, и под хил, и под стан, и есть чем зацепить. Ну, дабла внизу, мне кажется, поинтереснее, чем Роти Кей плюс Ланэм, если вдруг Ланэм опять же здесь останется. Ну, Ланэма такой амплуа, что можно, в принципе, ходить по лайнам и роумить, а не стоять на линии. Все-таки Венжи Фулл Спирит создана для убийств, а не для того, чтобы стоять, помогать своему герою фармить. В принципе, рейндж маловато у Венги, чтобы как-то прохарасить, а харасить скиллами не так много маны у Венжи Фулл Спирит. Я думаю, что это, в принципе, всем понятно. Бет у Джуна отправится на сложную, но сейчас внизу. Пока что все игроки команды Ньюби верят у нас, что придут на нижнюю руну Яхом, и будут бодаться здесь за нижнюю руну. А Яхом просто-напросто идут на топ, и там спокойно баунти руну в гордом одиночке забирают. Му готовится у нас выйти, как я понимаю, в Боттл. У Му есть два чужих танга, есть два Айрон Брэнш, и есть Таут Шилд для Брюмастера. Джун на сложную. Сюда же идет Банана. Вполне может быть, что собираются кого-то здесь ловить. Ланем уже готовится здесь искать Курьера, но должен понимать, что у Му по данному закупу никакого Курьера, точнее, никакого Боттла в ранние минуты не будет. Все, Ланема отсюда отогнали, увидел он Банану, понял, что лучше отсюда проваливать. Ну и все, Инфлейм здесь на Эмбер Спирите, пока ничего еще не качал Инфлейму. Танго прилетают, и у Инфлейма есть Пурмэн Шилд. Инфлейму тоже Боттл нужен, но как ему будет сильно проседать по мане. Рэббит в это время на нижнем лайне в Соло, пока что против Ротикей. По лесу здесь Сан Шэнг делает отводы, и, скорее всего, дабл отводы. Сан Шэнг вроде как умеет это делать. А здесь по лесу Банана. Хоровода крипов вводит. Тоже все это, в общем-то, для... Ну, я думаю, скорее всего, для Му. Через два Клэпа любые пачки крипов забираются у нас. С Ротикей выходит на Банану. Хьяк сразу же по нему. Каски есть. Будут стараться подступить у нас с Ротикей, но Банану надо идти вперед. Ротикей, ну ладно, и так можно. Хорошо. Сан Шэнг забирает у нас Фёстблат. В итоге ноль дэмэджа нанес у нас Клокверк. И ни с чем отправляется в таверну. Да, действительно, ноль дэмэджа вообще. Посмотрите, даже не полуудара, ничего. Но здесь первый левел. Здесь... Нет, не первый. Второй левел, но не было батарея саут. Если бы не ракеты вкачал у нас Клокверк, то был вариант и убежать, и закрыть кого-то в Коге на дамажить. Там попробуй вообще с батарея саут поделись, если ты саппорт. Сан Шэнг не выдержал бы, и Вич Доктор не выдержал бы. Если бы успели, конечно, слить Клока до того, как он сольёт кого-то из саппортов, то хорошо. Но, честно говоря, шансов у Клока было достаточно много, если бы, опять же, не эти злополучные ракеты были вкачаны. Инфлейм у нас под пивом. Му поливает нон-стоп. Пиво вкачано на первом, на втором, точнее, левеле. Всё. Пассивка есть. Теперь будет, как я понимаю, макситься Клэп. У Рэббита уже есть рейсбенд. Готовится, скорее всего, в Аквилу выйти Рэббит. Ну, классическая схема. Фейсбутцы, Доминатор. Что там ещё собирают Рэббиту? Что там, точнее, Трульвардлорду собирают у нас? На сложной пока никого не наблюдаю. Где у нас... Где Бэтрайдер? Бэтрайдер отправился в лес. Для него всё это стакалось. Да, Джун будет вывозить из леса. Сначала Транквил и потом Даггер. Пока что Джун... Относительно на бомже. У него 600 голды всего на руках. Ну, третья минута. В принципе, рановато ещё в Даггер выходить. У Брюмастера Боттл появляется. Тапка пока что у Му нет. У Инфлейма тоже. Никаким тапком не пахнет. Правда, есть Боттла и есть Пурманшилд. Ротикей опять решил поиграться с судьбой. Выходит у нас в лес. Но здесь уже его три человека ждёт. Даже четыре. Куда Ротикей направлялся, мне толком непонятно. Закрывает в Коге у нас Банану. Джун у нас под Фарефлайм. Но будет пытаться отдаться Тауэру или хотя бы кому-то. ТПА сделать Ротикей никто не даст. Да, будет отдаваться Тауэру. В итоге Клок погибает от Тауэра. Лично фраг никто не забрал. Но, тем не менее, Экспу получили. Золото за него получили. Инфлейм лишнее себе позволил. Спина уже выходит Лина. И Ланэм тоже здесь. На Му. Му застанили. Один стан, второй Ланэм на лоу ХП. Ещё и Тауэр в него вгрыз. Сейн Флейм. Каски по нему. По крипам. Ещё одни каски в Инфлейм. А Инфлейм отъедет. Инфлейм здесь с щитом. Но Му в итоге выживает. Банана очень вовремя включил здесь Вуду Хилл. И спас своего мидера. 4-0. Йохумы просто плывут вообще. Ники называют Джаггерой. И Лины. Раскусили меня, да? Что не умеют читать по-китайски. Позор вообще на мою голову. Банана в Инвизе. Роти Кей готов, я так понимаю, третий раз уже слиться. Просто надо выйти Рэббиту. Что пошёл дальше за Рэббит. За Роти Кеем. Роти Кей. Батарея саут включает. Ну, теперь можно уйти. Коги ставится от Роти Кея. Разворачиваться смысла никакого. Ещё и ТП отменили. Игроки команды Йохум. Прилетать сюда бессмысленно. И правда. Уже давным-давно Рэббит вместе с Бананой развернулись. И пошли поближе у нас к собственному Т1. 4-0. 5 минут сыграно. Ньюби по золоту выигрывает 1000 с копейками. По экспириенсу тоже 1000 с лишним для команды Ньюби. Как там Эмбер Спирит? Флейм Вард в трио у Инфлейма. Чейнс есть и есть, если что, Ремнант. Поэтому, в общем-то, ситуация Саивовая. Убежать можно будет. Но то, что фармить плохо у нас Инфлейму, это факт. Ну что, чейнные пошли в Му. Лайт Страйкеры от Лины. И развалили мидера команды Ньюби. Первый фраг для коллектива Йохум. Фраг забирает в итоге Эмбер Спирит. И для него это важно. Одна смерть, один фраг. Но это уже лучше, чем просто одна смерть. По Нетворцу давайте посмотрим. На первом месте Джаггер. На втором месте у нас Тролль Варлорд. Ну и Инфлейм тоже 2400 на руках имеет. В принципе, держится в топе. Этот фраг немного подправил его положение экономическое. Джаггер под Смоком Ланэм тоже здесь, в принципе, готов выйти на Му. Ставят вард. Вниз и Ланэма видит. Ой, Му точнее видит. Му здесь в опасности. Если сейчас не умрет какой-то крип, и Му шестой не получит, он умрет. Все, Му умирает просто через Омни Слэш. Стан Омни Слэш. Тут, в принципе, Инфлейм так относительно рядом был. Просто получил немного Экспы, немного денег. Хотя Асистент Флейму не дали. То есть даже не успел вообще ни одного очка дэмэджа внести. Бэтрайдер продолжает свой крестовый поход за Даггером. В лесу Джун и не выбирается из леса. Периодически, конечно, заходит такой персонаж, как Роти Кей. Умирает и уходит. Ну, это не часто. Такое действительно бывает редковато у нас для Бэтрайдера. Поэтому все, чем занимается Джун, это фармит крипов. Здесь оставили на легкой линии у нас Джаггернаута. Джаггера уже есть фейсбуцы, есть Мордик Маск. Давайте на Тролль Варлорда перейдем. Ну, здесь можно Мордик Маск приобрести. Так, у нас пошла ульта от Тролль Варлорда перед смертью. Ланэм просто поставил Вардик, и Леон забирает еще один килл для команды Ньюби. Третье убийство для Саншенга. Первый ФБ забрал, во-вторых, еще два фрага, и все это для саппорта. Скоро у Леона такими темпами появится Даггер, и появится он, возможно, раньше даже, чем у Бэтрайдера. Подпушил Джаггер уже прям по Т1, но никто не мешает, поэтому можно, в принципе, агрессивно себя вести. Стой бей крипов, бей товара, никаких проблем, никто ничего за это с тебя не попросит. Саншенг перемещается на топ-лейн, наверное, критично для себя, если вдруг на линию выйдет. Но Саншенг умнее, Саншенг идет просто контроле Труну. Ланэм сюда вряд ли подойдет, второго левела Ланэм, он просто, если подойдет, умрет сразу. Джума поймали в собственном лесу, быстрее, быстрее, быстрее пытался по деревьям здесь свалить. Энфлейм в итоге у нас погибает, лосо в него провязали, но Эмберспирит у Фиолетова здесь Лина решала все вопросы. Клока в это время Тролль Варлорд у нас забрал, и Лину Рэббит тоже забирает у нас в собственном лесу. Еще и Энфлейм может здесь сгореть. Ну и Саншенг, Доминейтинг, не жалеет здесь Фингер Оф Дэс, потому что, понятное дело, Римнан был у Эмберспирита. Как только освободился бы от стана, как только бы прошел тайминг его оглушения, моментально свалил бы у нас мидер команды Йохум. Ну, обезопасил свою команду, саппорт команды Ньюби. По золоту давайте посмотрим, что там Ньюби, 3000 по голде, по экспириенсу, а 2500 тоже для них. Фейсбуцит для Эмберспирита. Тролль Варлорд приобретает себе Доминатор. В принципе, у Рэббита все хорошо по золоту, он по Крипстату первый, и по Нетворсту тоже на первом месте. На втором у нас Джаггер, на третьем Бэтрайдер. Ну и дальше уже идет Эмберспирит и Брюмастер Отму. Ну, Брюмастер готовится выйти в Даггер. Тут, в общем-то, вариантов немного для Брю. Мидлейна освободили, где у нас в это время Энфлейм гуляет. Энфлейма не покидает затея хотя бы кого-то, я так понимаю, заганкать. Уже две смерти у нас есть на мидере команды Йохум. Ну и дальше попытка куда-то ворваться. Как бы тут проблемной не стало, это попытка еще раз. Дэдэ для Эмберспирита. Кстати, теперь можно и подраться. Здесь и трипла уже не такая серьезная, кажется, от команды Ньюби. Энфлейм просто перетягивается на мидлейн. Три тысячи для Ньюби по золоту. По экспед тоже три тысячи. Как там Бэтрайдер? Все, у Джуна есть 2350 на руках. И на Даггер хватит, и на ПТ. Нет, на ТП точнее. Не ТП приобретает, а Смог. Бэтрайдер по хардкору вообще. Джун абсолютно невидимой тенью. Я так понимаю, собрался подойти к кому-то из их умов и показать, что он купил. Убрю, 1600 на руках. Муда Даггера еще, ну, пачки три крипов точно. Со стопроцентной результативностью. Если вдруг там что-то не прошляпит. У Тролль Варлорда Аквила появилась. Доминатор и Фейсбутцы для Рэббета. У Леона полторы тысячи на руках. Сан Шэнк себя чувствует великолепно, но эти четыре килла сказались. На его экономическом состоянии уже полторы тысячи. То есть до Даггера 750. Один-два килла в файте. И все. В принципе, можно Сан Шэнку даже, думаю, не стесняться. А стелить за счет своего Фингер Оф Дэс. Сейчас посмотрим. На Лину выход у нас готовится. Сан Шэнк под коп. И Бэтрайдер забирает данный фраг. У Джуна первая реализация Даггера вполне удачная. Да, это не самый дорогой персонаж. Да, это не самая серьезная цель для команды Ньюби. Но кто был, кто первый под раздачу попал, тот и у нас и отъехал. 9-3. Йохоумы начинают проигрывать, причем ощутимо. Эмбер Спирит. Просто минус два. На ровном месте. Дальше за Му. Му не успевает даже проязать ульту. Без Праймал Спиритов остались здесь. То есть что это? Три в ноль. Йохоумы. Вот это я понимаю драка. 1200 заработали в данном файте. 1700 по экспириенсу. И инфлейм здесь просто расковырял в соло всех. Один флейм гуард половину дел сделал. Ну конечно тут и ремнант. Залет на ремнант. Тоже свое дело сделал. Ну так как кого забрал? Не забрал же каких-то рахитов. Бэтрайдер, который в общем-то не самый здесь слабый. Ну и... А кто там еще отъехал? Вич Доктор, да? По-моему у нас погиб там же. Ротике выходит на мидлейн. Седьмой левел есть у Ротике. Хукшот сейчас в КД. Врыв пока что не наблюдается. Ну и не будет. Ну и просто Ротике немножко подфармливает. Ротике Рокет Флеер за Макшен. Такая вот интересная, интересный скилл билд у данного игрока. Ньюби потеряли все преимущество, которое у них было. Три с копейками выигрывали. Теперь в ноль по голде. По экспириенсу та же история. Так, ушел у нас врыв на инфлейма. Очень быстро Эмберспирита развалили. Бэтрайдер второй раз реализует даггер просто на ура. И Джун еще и фраг забирает второй для себя. То есть, ну у кого даггер, тот и убивает. Все понятно. Десять-шесть. Ньюби давят. Ихоумы вроде бы и огрызаются, но... Если это не будет повторяться систематически, то Ньюби продолжат фармить, фармить лучше. А где-то потом появятся какие-то артефакты, которых нет у Ихоумов. И можно и умереть. Му ловит у нас стан. Лагуна Блейд от Лины. Развалили. На банану. Врыв от Ланема. Свапает его под тавер. Банана на лоу хп. Но здесь должен инфлейм забирать его. Да, Эмберспирит забирает еще один фраг для себя. 4-3 у инфлейма. И 2 в 0. Вот то, о чем я говорил. Если будет серьезный мув какой-то от команды Ихоум, то так Ньюби будут где-то на уровне 0, а может даже и ниже плыть. Инфлейм уже идет 4-3. Вообще, давайте глянем по убийствам. Кто там у нас папка. 4-0 по-прежнему Саншенга. Просто равняйся все на него. 2-0 Рэббит идет. 2-2. Дальше у всех... Один килл только у Джаггера. У остальных всех, когда отрицать, отрицательный. А у Брюмастера вообще отвратительный, да? У Му до сих пор нет Даггера. Уже 15-ая минута. И все не везет у нас мидеру команды Ньюби. По нетворцу Джаггер на первом месте. Фармил себе спокойненько в соло, никто ему не мешал. Теперь... Теперь что с ним делать, команде Ньюби, у меня вопрос. Ихоумы вроде бы и горят, а по фарму... По фарму... Те, кто должны вывозить артефакты, вывозят. То есть, Джаггер обгоняет у нас тролль Варлорда. А Инфлейм обгоняет всех остальных. Поэтому 2 из 3 топ-нетворцев в составе команды Ихоум. Просто когда это превратится в артефакты... Тогда уже станет понятно, кто чем занимался. Ихоумы врываются вперед по золоту. Полторы тысячи по голде и по экспириенсу 2 с копейками тоже в пользу коллектива Ихоум. Раккетон! Там барабаны или... Ну что-то дорогостоящее и важное. Или мекан. Ну что угодно, пускай. Но ничего же уму по факту нет. Один боттл и бутс оф спит. У Леона... У Леона Транквилы есть. Сюда вообще иди, Брюмастер. Короче говоря, Леон у нас взымел Брю. Саншенга 3 500. Нетворс и 4 с копейками для Брюмастера. Врыв пошел у нас Ротикея. По двоим сразу же. Ротикея батареозаут не успел включить. Сразу по нему стан. Ну и Джун развалил его. Через Хекс, через Стан. Ротикея вообще не туда ворвался. Праймал Сплит от Брюмастера. Догоняет здесь Джаггера. У Джаггера до Умни Слэша немножко совсем маны остается. Надо переждать. Но когда переждут, в принципе, уже начнется месиво. Джун налог ЭП. Джаггер его съедает. Дальше за Муму свапывают. Урна на нем развалили. За Бананой. Дальше погоня от Инфлейма. Драгон Слейф от Лины. Минус 3 делает команда Юхум. На одного Ротикея, который ворвался в самую гущу событий. Оно действительно того стоило. 3 в 1 разменяться. Это действительно плюс для команды Юхум. Они сравниваются по фрагам. А по Галде сейчас начнут серьезно опережать своих оппонентов. Тут еще как бонус достается Т1 на мидлейне Юхума. На данный момент... На данный момент это уже вторая вышка для команды Юхум. А игроки Ньюбин на Тавра вообще не выходили. Ну тут крипы, конечно, подковыряли у нас Тавр немножко. Но... Ну как немножко. Совсем чуть-чуть. Так, врыв у нас на... Не поймешь, кто на кого врывался. Ротикея у нас от Рэббита в итоге умирает. Инфлейм привязывает здесь Рэббита. И лучше бы, наверное, бежать здесь Ротикея. Да, не Ротикея, а Инфлейму. Рэббит вгрызается в Венжи Фулл Спирит. Двоих на ровном месте. И Рэббита выхиливают. Вот это жесть. Так, двоих. Троих. Еще и Инфлейм у нас потерял Аэггис. Быстрее валить отсюда. Просто троих с руки Тролль Варлорд расковырял. Рэббит обозлился, я так понимаю, на команду Юхом. Как-то не пристало все-таки Ньюби чемпионом последнего Интернешнл. А так рахитично отыгрывать мидгейм. Ну и все. У Тролль Варлорда счет 4-0. Не было бы там Аэгиса у Инфлейма. Вообще праздник был бы на улице команды Ньюби. Рэббита видят. Инфлейм готов рываться. Ну и Рэббит тоже примерно понимает, что за ним уже выехали. Быстрее отсюда бежать. Поставили здесь вард. Все. Рэббит очень далеко. Если не туда не повернет, то будет в принципе безопасности. Ну Рэббит понимает о чем речь. Кто его ждет и зачем его ждут. И уходит у нас с нижнего лайна. В это время команда Ехум перемещается вниз. В лице Джаггернаута, Лины, Винги и Эмберспирита забирают Т1 по низу. Ньюби в это время на мидлейн. Му так хотел забрать тавер. Еще сейчас, кстати, могут и заденать, если придут. В итоге у нас забирает тавер машинка. А Му остается как лох стоять в чинцах. Никого не потеряли Ньюби. Файт в принципе не состоялся. Ну что, ждем врыв от Ротикея. Нет, врыв уже был. От Ротикея все, что надо дождаться, мы дождались. 19-ая минута. По голде Ехумы выигрывают 1000. По экспириенсу тоже 1500 в пользу команды Ехум. 13-11. Давайте смотреть артефакты. У Клокверка уже есть форстаф. Есть транквилбуцы. Ну и все, в принципе, 1000 по золоту для Ротикея. У Эмбер Спирита есть Драма Фендеранс. Фейсбуцы, Боттл и Мэджик Вонт. У Лины транквилбуцы. Воид Стоун готовится выйти в Юл. У Винги. Урн оф Шадоу. Пауэр Трэдс. Ну и надо, наверное, медальон приобрести. И у Джаггернаута уже есть Монтостайл, Маск Маск оф Мэднес и Фейсбуцы. По фарму Джаггер по-прежнему на первом месте. 10-400, правда, немного у Тролль Варлорда выигрывает. Всего ничего там 100 копеек. У команды Ньюби. Брюмастер. С Блинк Даггером, с Батлом, Белт оф Стрэндж и Бутс оф Спид. У Лиона есть уже Блинк Даггер. Есть у него транквилбуцы. У Тролль Варлорда появляется БКБ. Вот теперь Рэббит вообще у нас неуязвим. Непонятно, чем его забирать. Эмбер Спирит, он просто-напросто не чувствует в отчетной ставке. Как получится. Яша есть для Тролль Варлорда. Есть Доминатор, есть Фейсбуцы. Ну, всего предостаточно. Дэмэджа у Тролль Варлорда тоже под 200. Ну и скорость атаки, вы прекрасно понимаете, огромнейшая. Плюс Баши, плюс... Да плюс все, что рядом будет. Бетрайдер с Даггером до Форстафа совсем чуть-чуть Джуну. Ну и последний, кто меня интересует, это Банана. Ничего у него интересного нет. Урнов Шадоус и Тапок. Все. 530 на руках. Саншенк видит всех, кто здесь в составе команды Ехом. Джун врывается у нас и Велосо вытягивает Джаггера. Джаггера высвапывает Ланэм. Ланэм на лоу ХП. Ланэм, скорее всего, погибает. А у Джаггера Омнислэш проюзан. И Омнислэш ничего толком не сделал. Потому что все керри команды Ньюби живы. Брюмастер цепляет у нас Джаггера. Джаггер, скорее всего, здесь умирает. Хеллингвард просто-напросто бесполезный. Тролль Варлорд в итоге забирает мега киллстрик. Дальше на Лину. Еще два удара, Лина отъедет. Ну все, он стаповал для Рэббита. Рэббит разогнался. Как его теперь останавливать, неясно. Один БКБ заявил все вообще, что Ехом могли предложить. Тут, я думаю, Мантастайл для Тролль Варлорда будет вообще не лишним, чтобы с Джаггером разбираться. И по факту Рэббит может идти и сносить команду Йохоум. Это сейчас. Спустя 5-10 минут уже, наверное, и не сможет. Но данное преимущество он лучше реализовать. 12 тысяч у Рэббита общий Нетворс и Джаггер 11600. Ну и дальше огромнейшая пропасть. Дальше просто печаль вообще дикая. Инфлейм 6800. При том, что по 11 у Джаггера и у Тролль Варлорда. Ну и Джун 6100. Бет с Форстафом уже. Ну и Хомов, я так смотрю, по Меке провал, да? Мека не нужна. Та же история у команды Ньюби. Ну у команды Ньюби есть Вич Доктор. У него есть Вуду Рестрейшн и есть Урна в Шадоуз. Здесь, кстати, урну я, по-моему, нет. Урна у Винги все-таки имеется, да. Ну под хилл такой незначительный. Файти он, в принципе, бесполезен. А вот как дэмэдж очень даже. Сбивать Даггер, Бетрайдеру, кто там еще будет? Брюмастеру, Леону. Да, пожалуй, совсем не лишнее. Интересно, будет ли Тролль Варлорд приобретать Даггер и становиться таким же серьезным, как его тиммейты. Тогда, конечно, жалко Вич Доктора. Один-единственный без Даггера будет ходить. Все будут пальцами в него показывать. Ньюби по нижнему лайну. В четвером, нет, в пятером даже здесь игроки команды Ньюби. Рэббит первый, Рэббит фармит. Все остальные немножко дальше стоят. В спину заходит команда Ехом. Через лес. В четвером и пятый Ланэм здесь плетется. Но у Ланэма такая работа, ему надо высвапывать того, кто будет в лососе теперь. Ротики, врыв пошел на Банану. Банана стоит в когах, горит. Банана может проезжать Дэсвард. Дэсвард ставится по... Да не по кому вообще Дэсвард. В итоге Банана на лоу хп инфлейм должен забирать его. Поднимают ветра инфлейма. Минус два со стороны Ехома и одного теряют. Джаггер отправляется в таверну. Лина тоже на лоу хп. Лина в итоге умирает. Но монстр килл уже у нас для Рэббита. Рэббит вгрызается в Ланэма. Должен забирать его. Если не помогут, Ланэма умирает. Ну и гадлайк уже и трипл килл для Рэббита. И Рэббит просто стоит и месяц. Теперь в инфлейме. Уже ультра килл это рэмпэдж на 24 минуте. Остановите кто-нибудь тролля. Это же жесть какая-то. Просто стоит и месяц. Это же не снайпер. Это, я не знаю, это не воид, который всех может убить в хроносфере. Это просто обычный тролль-варлорд и он смертен, поверьте мне. И этот смертный тролль просто бессмертен, когда бьет. Стоял и просто месил одного за другим. И в дэмэджа внес, ну, тьму вообще огромнейшую. Рэббит тут, конечно, порадовал дичайшим уровнем. Верните бы файт крип кап, вернуть бы. Посмотреть, сколько дэмэджа Рэббит вернулся, ну, внес точнее. Потому что я немножко профтыкал. Но рэмпочная 24 минуте, это мы с вами видели. И кому еще, например, Аэгги сдавать в команде Ньюби? Да, ехумы, мне кажется, сейчас начнут сдавать очень сильно. 2000 по голде они выигрывали, теперь проигрывают 4. По экспириенсу 2,5 выигрывали, теперь проигрывают 7,5 или даже 8. Ньюби просто с ног на голову ставят эту катку. Ну и все, а Рэббит, самое интересное, что обычным райт кликом просто бьет. На него нападают, к нему подходят, в него врывается ротикей. Окей, я переключусь на ротике. В него врывается венга, дает ему стану. Он выходит из стана, разрывает венгу. Лина что-то там пытается ковыряться. Пожалуйста, Лина. Ну и последний пчелакомый кусочек, это был инфлейм. Который вроде такой сильный, с половиной хп на лоу хпшного тролльварлорда. Врывается вместе со своим флэмгвардом. И вместе со своим флэмгвардом отправляется под фонтан. Кто хозяин этого крипа, я не очень понимаю. Крип просто устал. Надоели эти баталии. Надоела эта жизнь на лайнах. Но по-моему Рэббита крип нет. Не Рэббита. Просто зашел крип сам по себе. Ну, я-то просто не понимаю. Принадлежность никому этого крипа я не вижу. А нет, фиолетовый. Да-да-да. Это все-таки Рэббита. Рэббит у нас вообще по всем фронтам. Имеет команду Юхоум. И тактически, благодаря этому крипу. И, конечно же, физически. Потому что мы видели, что своими топорами у нас Тролль Варлорд учудил. Выход на Т1. Не почувствовала команда Ньюби. Этот табор совершенно. Тролль Варлорд. Батл Транс. И развалили. По фарму. 17600 для Рэббита. Дальше идет Джаггернаут. 13600. 4000 преимущества. Рэббит 11.0. Чем его контрить? Как его цеплять? Непонятно вообще. Тут надо просто идти в ХП сейчас. Приобретать Сатаник. И Рэббит будет неубиенным. Никаких аганимов пока что у Лины нет. Чем сносить к Троллю ХП непонятно. Тем более в БКБ. Что будет ли заходить команда Ньюби на хайграунд? Можно попробовать. Аквилу продавать и приобретать себе... Приобретать себе Ривер. Нет-нет-нет-нет. Покупает два Ultimate Arba у нас Тролль Варлорд. Есть уже Point Booster. Аквила продана. Появится ранний Айов Скади. Безусловно ранний. 11.0 Тролль. 192 крипа. Что бы я так играл вообще? Джун. Врыв пошел нас в... Джаггернаут. Ну и все. Джаггер пытался сделать ТП-аут. Без Тролля здесь разберутся вчетвером. Рэббит в это время у нас на Медлейне фармил. Не понял, как так случилось. Почему кто-то умирает со стороны команды Йохоума, а убивает его не он. Скади прилетает для Тролля. Ну что, переключаемся на этого Красного Скорпиона. Все же, ничего в принципе не боится. Ну, так играть, конечно, не стоит. В любом случае, тот Рэмпэйдж не сам по себе был. Там команда Ньюби очень интересна. Кайтила и Хоумов развели вообще по разные стороны лесных баррикад и потом по одному выключали. То, что Рэббит один на один кого-то выключать может... Да, это понятно все. Дальше за Ротикея. Ланэм высвапывает у нас Ротикея и Рэббит хорошо переключается на него. Брюмастер забирает этот фраг. 23.14. Начинает гореть Т1. Ой, Т2 точнее, по мидлейну. У Рэббита всего предостаточно. Он просто юзает Манта Стайл и пошел быстрее на хайграун. Ну что, иллюзии просто в никуда у нас отправятся. Еще и в Коги ударился Рэббит. Как неприятно. У Брю есть Владмир. У Рэббита у самого есть Доминатор. Поэтому для него не проблема вообще фармить, убивать и отхиливаться. В любом из состояний. Есть Аэгис. Будет пытаться его разменять. Можно на Т1 попытаться. Инфлейм у нас в лассо. Инфлейма развалили. Леон забирает этот фраг. Дальше за Линой. Дальше за Ротикеем. Выкупается Ланэм. Ланэм вряд ли здесь чем-то Ротикею поможет. В своих же Когах стоит Ротикея и просто гниет. Но это уже даблкилл от роль Варлорда. Это 13-0 для Рэббита. Что делать с Троллем? Ума вообще не приложу. И команда Йохоум. Это их прямая цитата. Ну только я не знаю, как по-китайски звучит. Ума не приложу. 2600 на руках у Рэббита. Почему, собственно, о нем говорю? Потому что некого больше сейчас обсуждать. Все вокруг него. Да, тут саппорты, конечно, дельвиную долю данного преимущества организовали. Это все понятно. Но, с другой стороны, кто больше всех забивает голов или кто больше всех убивает, тот нам и интересен. 13-0. Идет Рэббит. У него Нетворс 21000. 15000 для Джаггернаута. Но Джаггернаут на фоне Тролля не боец вообще. Хотя тоже неплохо. Тоже вроде бы сильно. И дэмэджа много. Но это саппортами попадаться, да. Конечно. У Тролля 18-й левел. У Джаггера 16-й. По золоту команда Ньюби выигрывает 16000, по экспириансу 15. 30 минут у нас прошло. Давайте смотреть на артефакты. У Клокверка готовится выход в Агонимфор. Став имеется. Блейдмейл Ротикей так и не приобретал. Но это все бессмысленно. БКБ уже на тех, на ком должно быть есть. У Эмбер Спирита даже не пахнет у нас Баттерфляем. Да, есть Клеймор, есть Бродсворд. Но еще Инфлейму собирать и собирать Персик. А с таким раскладом, который у нас сейчас на карте, Инфлеймом убивают, как только видят. Лина бегает с Еулом. Транквил Буц и Брасер. У Венги есть Урнав Шадоус, есть Пауэр Трэдс. Ну и у Джаггер Нау там, помимо Даггера, Алтимейт Орб и Башер. Манта Стайл и Масков Медес мы видели. Джаггер пытается собрать примерно то же, что собирает Тролль Варлорд у нас от Рэббита. И Башер, в принципе, не такой полезный, конечно, на Джаггере, как у Тролля встроенный скилл. В любом случае собирается отставанием. Уже есть Сатаник для Рэббита, есть Скади, Манта Стайл. И никакой Мом Троллю не нужен. Здесь скорость демиджа у всей команды огромная за счет Батл Транса. Ну и дальше пошли Брюмастер с Даггером, с Владмиром и 3-300 на руках у Му. Саншенк. Есть Геосептер, Даггер и Форстаф. В общем-то, безопасная ситуация, если только не впитывать в себя ульт Лины. А так, в общем-то, ну если, опять же, разменять себя на ульт Лины, почему бы и нет. У Вич Доктора ничего интересного, Урн оф Шадоу с ПТ и Форстаф есть. Последний Т2 для команды Ньюби. Внешних товаров у Юхомов нет, можно идти давить. А в это время Юхом у нас, контр-пуш по нижнему лайну. Пытаются поймать Рэббита, Стан по нему прошел. Ну а Рэббит готов идти драться против всех, что ли? Врывается у нас Бэтрайдер, Лассона Ланема. Ланем уже никого не высвопнет, Ланем погибает. Рэббит БКБ и пошел настреливать по Лине. Засловили у нас Лину, Лина должна здесь умирать. В итоге Рэббит у нас под Станом, но это не мешает ему делать дабл-кил. Дальше за Инфлеймом. Еще один килл от команды Ньюби. Всех по чуть-чуть, по чуть-чуть, но развалили. Инфлейм на лоу ХП. Пытался убежать от Бич Доктора, но там под Мередиктом далеко не убежишь. Опять же, весь Дезвард вкастовал у нас Банана Инфлейма. Рэббит, Ротикей врывается в него. У Рэббита нет БКБ, еще долго достаточно, но есть Сатаник. Ну и Ротикей, куда же ты ворвался, бедненький? Полищет для Рэббита. У него уже 16.06. Остановить действительно кто-нибудь. Убейте уже его, наконец. Ну, неужели не этим занимается команда Юхоум? Нет, они собираются делать. Все, Юхоумы пишут ГГ. Ротикей у нас отвалился. И команда Юхоум пишет ГГ. Ну что это? Настоящий ГГ? Фейк ГГ? Объясните. Да, это настоящий ГГ. Юхоумы у нас с отвалом Ротикея ливают. Поздравляем с первой победой команду Ньюби. Они действительно смотрелись хорошо и стильно. Юхоумов продолжает преследовать серию неудач. Третье подряд поражение за сегодня. Ну, посмотрим, чем ответит Юхоум во второй катке. Если нет, если ничего не придумают и Ньюби додавят, то что делать? Ньюби в финале, а Юхоумы у нас отправляются гулять. Посмотрите, кстати, на команду Ньюби. Четыре Даггера в команде. Все серьезно. В итоге тролль купил Даггер. А Беднягович Доктор со счетом 2-4-16 нигде насобирать на Даггер не мог. Ну, хоть бюджетный форстав. Ладно, напомню еще раз, это студия игрокам ТВ. Подписывайтесь на наш Твич-канал. Заходите в группу ВКонтакте. Там будут все анонсы касательно будущих матчей. Ну и, конечно же, канал Ютуб. Все воды прошедших игр ежедневно обновляются. У микрофона, друг, студия игрокам ТВ. Пауза на 2-3 минуты. Услышимся очень-очень скоро.